Полтора миллиона красноармейцев попали в окружение в первый год войны. Создание котла было излюбленной тактикой вермахта и в Польше, и во Франции. Под Дюнкерком в котле оказалась почти миллионная армия союзников. Основой немецкой армии — моторизованной танковой группы. Танки и машины с пехотой преодолевали сотни километров в день. Неожиданно врезались в оборону противника и замыкали кольцо. Первый котел возник в районе Белостока, самый большой — под Киевом. В плен попали полмиллиона красноармейцев, но многим удавалось вырваться из окружения. Другие уходили в партизаны. Сражаясь в котлах, советские части оттягивали на себя силы вермахта. Это существенно замедлило немцев и сорвало план Бритцкрига. Со временем Красная Армия научилась избегать окружений, а позже сама владела этой тактикой. Под Сталинградом, а затем под Минском, в плен сотнями тысяч попадали уже немецкие солдаты.